У Путина хорошее настроение. Вот он на этом танковом заводе погулял, на танке поглядел, так сказать, и сел, и прям сияет, и рассказывает, что оборонные заказы пошли, ширится, растет, и я прошу всех обратить внимание на аудиторию. Там вот на переднем пране сидит такая девушка-брюнетка. Вот она прям хочет улыбаться, но ей трудно, но она образцовая пионерка, она себя заставляет. Ох, сколько таких будет во власти и после Путина тоже. Давайте посмотрим. Партнеры ввели против России, против российской промышленности. Наверное бы, говорю, не было и такого количества заказов. Он тут же подтвердил точно, мы говорим, и не приобрели бы тогда даже вот те компетенции, которые сейчас приобретены и достаточно эффективно применяются и масштабируются, причем по самым разным направлениям с поддержкой большого количества и нарастающего количества заказчиков. И посмотри, как сияет. У меня такое ощущение, что это он говорит, посттолк уже доложили, а? Ну, вообще, там праздничная атмосфера. Все, кто присутствует в кадре, они все очень довольны, потому что и у Путина у него праздник торжества, и публика собрала счастливое живого Путина посмотреть. Там же все-таки не все майоры и полковники, там же есть некоторое количество сержантов, младших офицеров, там лейтенантов, старших лейтенантов. Поэтому они, наконец-то, своего непосредственного начальника имеют возможность лицезреть. Это очень важный момент в их биографии, как та самая девушка, которую нам показывают. Поэтому там прекрасная совершенно атмосфера. Там у людей все очень-очень здорово. У них есть повод для широких улыбок и радостных слов. Ты знаешь, я хочу еще показать город Челябинск, в котором поводится, и где вот он сияет, как медный чайник. Дело в том, что там сегодня произошло удивительное событие. Там вдруг небо стало чисто. А вот какое оно на самом деле. Потому что там страшные металлургические заводы. Этот город, по-моему, там один из самых грязных в России. 80-е место из 85-ти. Там жутчайше. А вот сегодня, смотри, хоп, а вот на самом деле. И вот это чередование мы сейчас посмотрим несколько раз, потому что, ну вот, спрашивается, отчего за 23 года путинского правления нельзя было поставить нормальные очистные сооружения, чтобы, так сказать, не было хотя бы вот превышенного там содержания. Там список, да, немыслимый. Видишь, все все знают главный. А, сомнений нет. Я думаю, что отключили один главный завод, вот этот Челябинский, металлургический, который дает половину выбросов. И я прям сегодня, еще до, так сказать, новости про смерть Навального, очень много читал про этот завод. Ну там в год более миллиарда долларов чистой прибыли. Уже чистейший, после уплаты всех налогов, после того, как уже спрятали все, что можно, распилили все, что можно. Миллиард долларов в год. 20 лет, что, 20 миллиардов? А какие там очистные сооружения? Раз в три года появляется сообщение, вот сейчас этот Челябинский завод поставит очистных сооружений аж на миллиард рублей. И в результате уменьшится количество выбросов аж на 300 тонн в год. А всего, чтобы ты понимал, выбросов этот завод выбрасывает, по-моему, то ли 22 тысячи тонн, то ли 27 тысяч тонн. Тысяч тонн! Представляешь? То есть то, что они за миллиардик там на 300 тонн уменьшат, вообще никак не изменится. Ни небо, ни солнце, ни воздух. А вот к Путину вот так. А к Путину красота. Понимаешь, все все знают в России, так сказать, все все понимают. И осталось, грубо говоря, только вот управлять по-другому. Ох, Сереж, я даже не знаю, что тебя спрашивать на эту тему. Я просто офигеваю. Я был в Челябинске. Это удивительный город, из которого мечтают уехать 100% населения. Это абсолютный концлагерь, такой без забора, хотя у части населения и заборы есть с колючей проволокой. Здорово, что ради Потемкинской деревни взяли и отключили грязный воздух, включили свежий воздух. Это нормально совершенно, так обычно всегда и делается. Я в Челябинске разговаривал с людьми, они были там из разных сфер. Там счастливых людей я не нашел в Челябинске, правда, я и был там, не какой-то длительный срок, а всего-навсего в рамках одной командировки. Там огромное количество зон вокруг, там люди живут, как это полагается, совершенно с отбитыми мозгами. Я разговаривал, например, с полковником ВСИНА, который мне показывал статуэтку Берии, отлитой зэками из каких-то там специальных материалов. То есть на вид она была чугунная. И я когда статуэтку повертел в руках, я говорю, а кто в здравом уме будет такое делать? Говорит, ну как, ну зэки у нас на зоне. Я говорю, а это что, продается? Это сувенирная дарится всем полковникам? Говорит, да нет, вот тут даже ценник есть, продается. Я говорю, и кто-то покупает, он говорит, ну конечно. И дальше полковник попытался прочитать лекцию о том, что не так все однозначно с Берией, хотя на самом деле все абсолютно однозначно. И вот в их мире, где не бывает солнца, где по запаху ты точно знаешь, откуда дует ветер, потому что на всех четырех сторонах света есть по-своему воняющие ядовитые производства, и ты четко в этом совершенно сориентирован. Город несчастных людей, город зон. А регулярно о том, как эти люди работают на зонах, они рассчитываются на выставке Интерполитех, где есть отдельная гулаговская экспозиция, и там заключенные всей страны показывают товары народного употребления, которые они произвели, и там тоже можно посмотреть на чугунного Берию. И это мир, который наступает, их мир, который наступает на наш мир. И там, конечно же, когда появляется тот же самый Путин, чем еще вызваны улыбки? Эти люди видят человека из телевизора. И в принципе, что Киркорова посмотреть — счастье, что на Путина посмотреть — счастье. Ведь та же самая даже Мизулина, которая, ну, казалось бы, сошка совершенно другого уровня, когда она ездит по университету и она встречается с учащейся молодежью, она вызывает у них точно такой же восторг. Потому что для этих людей, живущих в принципе, как расконвоированные зеки, человека из телевизора — это праздник, неважно какой он. Они будут брать автографы у Чикатило, они будут брать автографы у Мизулина, у Путина, у Киркорова абсолютно с одинаковым выражением на лице. Это разговор о том, откуда у них берется такая праздничная атмосфера. И Челябинск, конечно, в этом отношении довольно характерный и показательный город, жить в котором невозможно. И очень большое количество челябинских моих контактов — это люди, которые уже оттуда сбежали. И когда я только-только прилетел туда и ночью ехал с таксистом, таксист был первый, кто мне сказал, это город, из которого мечтают удрать абсолютно все. Я у него спросил, почему вы остаетесь? Он говорит, ну вот сейчас буквально уже заканчиваю и уезжаю. Я говорю, а куда? Он говорит, в принципе, первое, что я делаю, я меняю климат, потому что подыхать с голоду в сумасшедшем доме лучше все-таки там, где тепло, а не там, где холодно. Я говорю, ну и что вы себе выбрали? Он говорит, я постараюсь в Краснодарский край. Я говорю, ну вы теряете при этом? Он говорит, да, потому что я оставляю здесь все, что есть. Он говорит, у меня не так много, я же нельзя здесь таксую. Но перспектив в рамках моей профессии у меня нет. Но какая разница, где быть бесперспективным? В Челябинске это еще и болезненнее, потому что там все-таки выжить невозможно. И неудивительно, что заводы, которые производят щит, Родины, танки делают с этими вот сумасшедшими совершенно людьми, вылезшими из танка, посмотреть на живого Путина, это вот так далеко от нас. Это такой другой мир, который очень специально культивируется. И я думаю, что огромное количество людей, как раз работающих на этом заводе по производству танков и те, кто на сегодняшний день еще живет пока в Челябинске, они поднимут тост сегодня за ура смерть Навального, потому что в их мире это и является моментом торжества. Ладно, я не буду спорить, я просто вижу эти мурлы. Вот я видел начальника зоны Харпа, еще подумал, может, зря его не показал, а потом подумал, много чести ему, знаешь, мордатому. А сам про себя думаю, это его Россия, блин. По мере того, как вот умирают классные люди, понимаешь, все больше сил вот у этих мордаток. Ну, давай посмотрим обращение Навального на случай своей смерти. Он это как бы сделал в интервью одному журналисту и сначала по-английски, потом журналист попросил по-русски. Но вот, понимаешь, это было неожиданно. Навальный не готовился к такой речи. Но, тем не менее, сейчас это вот... Вот давай посмотрим. Здесь у меня просто очевидная вещь. Ну, не сдавайтесь. Не надо, нельзя сдаваться. Если это произошло, это означает, что мы необыкновенно сильны в этот момент, раз они решили меня убить. Ну, и нужно использовать эту силу. Не сдаваться. Помните о том, что мы огромная сила, которая находится под гнетом вот этих вот чуваков плохих, лишь потому, что, ну, мы не можем осознать, насколько действительно мы сильны. Все, что нужно для торжества зла, это бездействие добрых людей. Поэтому бездействовать не надо. Да не бездействовали мы, Алексей, дорогой. Мой сын сидел в автозаке, ходил на митинги за тебя. Теперь, я говорю, это спокойно, потому что, так сказать, он, слава тебе, Господи, за границей. И другой старший сын сегодня мне звонит, говорит, слушай, ощущение, умер близкий человек. Ты знаешь, Сереж, сейчас только что появилось видео обращения жены Навального, она в Мюнхене его сделала. Давай посмотрим. Я его не видел, это прям вот-прям вот-вот с колес. Спасибо конференции, что дали мне главную сцену. Наверное, вы все уже видели приходящие сегодня ужасные новости. Я долго думала, стоит ли мне выйти сюда или сразу улететь к моим детям. Но потом я подумала, что бы сделал Алексей на моем месте. И я уверена, что он бы был здесь. Он был бы на этой сцене. Я не знаю, верить или нет тем новостям, ужасным новостям, которые мы получаем только из государственных источников в России. Потому что долгие годы, и вы все это знаете, все это знаете, мы не можем верить Путину и путинскому правительству. Они всегда лгут. Но если это правда, я хочу, чтобы Путин, все его окружение, путинские друзья его правительства знали, что они повесут за то, что они сделали с нашей страной, с моей семьей и с моим мужем ответственность. И этот день наступит очень скоро. И я хочу призвать все мировое сообщество, всех находящихся в этом зале, людей во всем мире, чтобы мы вместе сплотились и победили это зло, победили ужасающий режим, который сейчас в России. И этот режим и Владимир Путин должны понести персональную ответственность за все те ужасные вещи, которые они делают с моей страной, с нашей страной России в последние годы. Спасибо большое. Денис, не доживет Путин до персональной ответственности. Прав твой сын, сказав, что ощущение, будто умер близкий человек. Она, конечно, молодец, это очень тяжело вот так выйти перед людьми, причем видно, чего ей это стоило. Она сказала абсолютно правильные слова. Доживет Путин или нет? Да, конечно, не доживет. Конечно, он еще подцарствует и потом тихо помрет у себя в свое удовольствие. Но, да, последствия будут, в том числе по наказанию всех причастных. Но самое главное, что теперь со смертью Навального шансы, перспективы. Это был очень яркий человек, очень яркий политик, лидер. Лидера нет, яркого политика нет. Достойного человека не стало. Действительно близких. Игорь Негода.